Страсти вокруг нового альбома Яновича только-только поутихли, и казалось, что вот сейчас можно сесть и спокойно оценить, что же такого понаписал Окси и как к этому вообще относиться. Ведь мнения, судя по нашему ролику с реакциями рэп-игры, очень разнятся. Но не тут-то было. На своём канале Мирон выложил короткое видео, которое намекает своим названием на последний трек альбома – Дрейдл. Но никакого трека внутри нет, только изображение. На наш взгляд, Янович снова что-то тизерит. Но вот что именно, мы сегодня и попытаемся разобраться. Сегодня ночью на канале Оксимирона опубликовано видео «Крутись мой Дрейдл». Это 3D-motion, где крутится Дрейдл – ханукальный волчок. На его четырех сторонах четыре различных изображения Оксимирона. Новый альбом Оксимирона «Красота и уродство» завершается песней «Дрейдл». Подписи к видео перечислены музыканты, которые, по всей видимости, приняли участие в записи альбома «Красота и уродство». Это Томми Кэш, Тося Чайкин и Дельфин, Айгел, Эйтиэл и Игла. На стриминг платформах авторы фитов указаны не были. Эйтиэл и Игла читают в треке «Грязь», куплет Дельфина есть в треке «Чувствую». Тося Чайкина поет в песнях «Партизанское радио» и «Мы все умрем». Айгел звучит в конце намешано. Томми Кэш, вероятно, в самом начале Russian Road Rage. До сих пор остается загадкой, есть ли на альбоме «Монеточка», ведь в первом и последнем треках все как будто бы слышат именно ее голос. Будет интересно почитать ваше мнение, кто же поет в треках «Хоп Механика» и «Дрейдл». Пишите об этом в комментариях. Что означает это короткое видео? Есть несколько версий. Первая – эта вещь нужна для того, чтобы обозначить всех гостей на релизе, ведь, как мы могли заметить, никаких видов в официальных плейлистах указано не было. Второе – это может быть полноценный тизер, возможно, клипа, а может быть даже и делюкс-версия альбома, где мы как раз-таки снова сможем услышать всех вышеперечисленных исполнителей. О том, почему Мирон выбрал именно таких гостей на альбом, мы поговорим чуть позже. А пока что давайте обратимся к самому треку «Дрейдл». Быть может, завершающая композиция релиза даст нам намеки на то, что впереди нас ожидает делюкс-оздание пластинки. Оксимирон с самого начала трека заявляет, что весь он будет посвящен как раз-таки тому, где он пропадал последние годы. Очевидно, что и фраза, когда альбом, стала мемом именно по этой же причине. Отсутствие Окси в игре стало настолько легендарным само по себе, что превратилось в отдельное явление. Теперь, когда Мирон нарушил свое священное молчание, он постоянно рефлексирует над тем, где же он пропадал последние шесть лет, как бы понимая, что именно ответ на этот вопрос все ждут. Янович вернулся громко. Со времен его последнего релиза изменилось так много, что он даже сам в одном из треков считает, что его прошлые альбомы выходили совсем в другой стране. Где доллар, например, стоил 20 рублей, сейчас русский рэп совсем другой. И пусть сам Оксимирон с нами бы поспорил, он все равно объективно изменился. Перенимается все больше западных приемов, например, выпуск фейк-релизов и делюкс-версий вышедших пластинок. Фейк-альбом мы уже слышали. Так что же, может мы увидим полноценный делюкс? Перестать играть супергероев и покинуть город. Ни просветления, ни мудрости, ни добл, но... Окси отсылает к супергерою из комиксов DC Бэтмену, который живет в вымышленном городе Готэм, имеет большой дворец и дворецкого по имени Альфред. После забытия фильма «Темный рыцарь» Брюс Уэйн бросил супергеройскую деятельность и распродал большинство вещей, из-за чего в фильме «Темный рыцарь. Возрождение легенды» дворец был практически пуст. В строчках «Задышал свободно, но кругом все тот же Готэм» говорится о том, что, как бы долго Брюс Уэйн не хотел быть супергероем, в Готэме в самом преступном городе рано или поздно появится свой злодей, которому ему придется противостоять. Так же и с Мироном. Был бы он сам, а хейтеры, с которыми надо будет бороться, всегда найдутся. Тут, может, и нет прямого намека именно на делюкс, но точно есть намек на то, что Окси не собирается уходить. Уже многие написали, что красота и уродство — это перерождение Яновича, и сегодня он как никогда готов идти вперед. Вот как раз-таки тот самый голос, о котором все спорят. Если честно, нам это не кажется похожим ни на один из голосов девушек, указанных под новым видео на канале Окси. Это точно не Айгел и вряд ли Тося Чайкина, а ведь этот голос очень изнаваемый, по крайней мере, интонациями, если не говорить про текст, очень походит на монеточку. Сами посудите. Интересно, что если это действительно она, то Мирон как будто бы нарочно не отметил ее в описании. Видимо, она как-то по-другому появится в будущем в компании Окси Мирона. Но если вернуться к словам, которые мы слышим в припеве, то вот что следует понять. Самиздат — это способ неофициального и потому неподцензурного производства распространения литературных произведений, религиозных и публистических текстов в СССР. В данном контексте подразумевается свободное и неподконтрольное государство СМИ. Магистраты в Англии — это высшие полицейские чины и судьи. В более широком понимании магистраты — это государственные чиновники. Дядя Степа — это сотрудники полиции. Отсылка к произведению дяди Степа — милиционер. Далее мы слышим про то, что читающий еврей движется по галактике автостопом, и тут параллели с Мироном не избежать. Если это так, то какая же его будет следующая остановка в этой бесконечной галактике нашей рэп-игры? Узнаем в будущем. Мы тут не будем отдельно разбирать второй куплет, потому что он в целом построен по схеме отсылок к собственному еврейству. Эта тема тянется у Мирона уже очень давно, еще с первого полноформатника. Кстати сказать, в треке «Намешано» Мирон прямо говорит, что пластинка «Красота и уродство» — это продолжение релиза десятилетней давности, и мы чисто стилистически можем проследить эту преемственность. Символично, что последний трек вновь отсылает нас к предыдущим работам. Неужели Янович действительно решил окончательно закрыть старую главу творчества и вернуться с чем-то необыкновенно? Уже сейчас известно, что 8 декабря выйдет еще один его трек. На этот раз совместная работа с группой «Пионерлагерь» — «Пыльная радуга», с которой он уже записал композицию «Цинами». Слова второго куплета трека «Дрейдл», где Окси говорит слушателю почаще заглядывать к нему в кабачок, то есть в его заведение и, возможно, внутренний мир. Тоже намекает нам на то, что слушателю будет куда заглядывать. В любом случае, все намеки сводятся к одному. В этот раз Янович так надолго не уйдет в пячку, и мы будем слышать его чаще. Вопрос только в форме. Так почему бы не быть делюкс-версии релиза? Если вернуться к тому короткому видео, которое Мирон залил себе на канал, то необходимо сказать. На волчке мы видим 4 лица, которые предположительно принадлежат Яновичу, только в разных стилях. Первое в очках с каким-то компьютером позади, видимо, это должно символизировать зрелый возраст Мирона. Второе — это детское лицо на фоне ярких красок, что, наверное, отсылает нас к первым годам жизни Окси Мирона. Третье лицо — это дракон, который, видимо, символизирует рассвет бурной деятельности Мирона. К тому же там есть эмодзи, которые как бы намекают на то, что этот период сопровождается у Яновича чем-то безбашенным. Ну и четвертое — это уже Окси Мирон в настоящем. Тут он уже больше всего похож сам на себя. Как всегда, у Окси Мирона все это очень загадочно и не очень понятно, чего конкретно от него ждать в будущем. Понятно одно — это будет про него, ведь и Дрейдл видео носит именно его лицо. Все же, в любом случае, это будет интересно. Если мы увидим клип, то уж точно там будет что разобрать. Ну а если делюкс-версия альбома, то на разбор уйдет точно не одно видео. Ну и напоследок скажем про фите. Почему на гостевых куплетах именно эти люди? Не просто так на альбоме приглашенных Эмси только от Дельфина и Телла и Игла. Представители трех поколений, сделавших в жанре акцент на русском, а не на рэпе. Да и сам Окси Мирон, если задуматься своими интонациями линобиратского рока, транслирует что-то, зашитое в подкурку. Плюс оппозиционность каждого из этих исполнителей. Но об этом мы поговорим в другом видео. А как вы думаете, что тезерит Янович? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убивая Бипьем. Меня зовут Дмитрий Толщенов. Всем пока.